Всем привет! Мы продолжаем готовиться к профилям УИГ-2018 по математике. Но сегодня у нас не видео по параметрам, не видео по кредитам следующее. Сегодня будет геометрия. Значит, ввиду того, что у нас есть отдельный курс по параметрам, и там еще куча работы до того момента, как вы покроете весь спектр параметров, которые могут встретиться в ЕГЭ. Ввиду того, что в основном курсе мы дошли с вами до 17-й, и нам нужно еще проработать разные типы 17-й задачи, затем вернуться к первой части, разобрать сложные задачи разные, производные и так далее. То есть много-много реальной еще работы. Я решил сделать третье направление, то есть отдельный курс по подготовке к планиметрии к ЕГЭ-2018. То есть в этом курсе мы будем заниматься только планиметрическими задачами. По стереометрии будет либо отдельно, либо в конце этого курса включу. Посмотрим. Но сейчас мы будем заниматься только планиметрическими задачами, потому что в ЕГЭ-2018 сколько баллов можно заработать на планиметрике? У нас есть третья, шестая, это по одному баллу в первой части. Вроде как простые, но у ребят, у кого совсем плохо с геометрией, эти задачи тоже решить не могут, и эти два балла тоже выкидываются. Ну и плюс шестнадцатая во второй части, она уже совершенно непростая бывает. Если пункт А еще как-то, да, бывает, там прокатит халявный, то пункт Б, ну там что-то посчитай, надо как-то сообразить. И вся задача на три балла. То есть в суммарных это пять первичных баллов, да? Соответственно, что такое пять первичных баллов? Это вместо восьмидесяти семьдесят, да? Вместо девяносто восемьдесят. Ну и если вы рассчитываете примерно на семьдесят, да, то без этих пяти семьдесят превращается в сколько? Шестьдесят восемь, шестьдесят два, пятьдесят шесть, пятьдесят сорок пять. То есть если вы планируете набрать на ЕГЭ семьдесят, но не решите вообще по планиметрию минус пять баллов, то это будет сорок пять. Ну, естественно, если вы планируете ее решить, да, и набрать семьдесят баллов. Вот, то есть геометрия важна, да, в частности планиметрия в ЕГЭ, поэтому сейчас будем отдельным курсом над ней работать. Вот. Ну, теперь о том, как вообще нужно воспринимать решение геометрических задач. Как нужно заставлять работать свою голову, да, из чего начинать. Потому что многие вообще не понимают, как с этим работать, ну, и, там, применяют один из каких-то, там, непонятных подходов. Кто-то просто говорит, а-а-а, просто начну решать, там, проходит тестирование, начинает решать, у него не получается, он просто читает решение задач, пытается запомнить и в следующих применить. Да, окей, на каком-то проценте задач это сработает, ну, то есть, там, такая же похожая прям попадется, и человек ее решит. Ну, ладно, там, хорошо, может быть, пройдет. Вот. То есть, кто-то начинает учить теорию, но какую-то странную теорию, какие-то непонятные факты, да, то есть, часть выучил, часть не выучил, да, выучил те факты, после которых нужно это выучить другие, чтобы в связке они работали, задача решалась, но выучил только половину, да. Решает половину задачи, не понимает, там, да, ничего не получается, да, геометрия, это очень сложно. Да, геометрия действительно непросто, но просто нужно правильный подход выбрать. Я вам сегодня расскажу, как это делать правильно, как я делаю это со своими учениками, как это делать эффективно, ну, а вы сможете для себя его принять и по нему работать. Вот. Как это все устроено? Значит, что у нас есть в геометрии? Во-первых, мы рисуем чертеж или получаем готовый чертеж. Ну, получили готовый чертеж, здорово, да, не получили, нарисовали сами. И вот, когда у нас есть перед глазами какой-то чертеж, геометрический рисунок, мы смотрим на него, и мы должны из чертежа выводить какую-то информацию для себя, да, взять какие-то объекты, да, посмотреть на них, записать, что у нас есть, например, да, что я не люблю, смотрим на чертеж и говорим, на чертеже есть бисектрисы, здорово, выписали, есть бисектрисы, да, или запомнили, на чертеже есть прямые углы, на чертеже есть медианы, там, не знаю, на чертеже есть трапеция, да, вот какие-то факты, да, то есть какие-то, не факты, а какие-то элементы, да, мы что-то поняли, считали информацию с чертежа. Затем, как это должно происходить правильно, да, вот та информация, которую мы считали, мы должны ее сопоставлять с теоретической базой фактов, которые у нас есть в голове, да, Как бы делал робот? Он бы пробегался по всему учебнику и находил соответствие. И где было бы больше всего соответствия, он бы нам это выдавал. Вот смотрите, есть теорема. Например, что я имею ввиду? Например, мы выписали, что на чертеже есть медиана, прямоугольный треугольник и середина стороны, что-то такое, прямые углы. То есть равные отрезки, прямой угол, прямоугольный треугольник, медиана, середина стороны, какие-то синонимичные выражения. Но самое главное, это прямоугольный треугольник и медиана. И система пробегается, находит очень подходящий факт, что медиана в прямоугольном треугольнике равна половине кипотенузы. Всё. Почему система находит этот факт? Просто потому, что там есть слова медиана, прямоугольный треугольник. Ну и там какое-то утверждение про то, что медиана равна половине кипотенузы. Вот. То есть вот так примерно это должно работать и у вас. То есть, когда вы считываете чертежами медиану и прямоугольный треугольник, вы моментально должны думать о том, что если это медиана в этом прямоугольном треугольнике, то у вас есть факт, что медиана из прямого угла равна половине гипотенузы. Если этого не происходит молниеносно, это значит, что у вас очень слабая связь того, что вы выписали из теоретической базы. То есть вы как-то задумываетесь, а где же у меня медианная прямоугольная-треугольная? И ничего найти не можете. Все. Это значит, что самый первый этап подготовки к планиметре, и в общем к диаметре и к ЕГЭ провален. То есть вы плохо сформировали у себя в голове эту теоретическую базу. То есть вот тот пример, который я только что рассказал, показывает, что теоретическая база – это самый начальный и самый главный этап. Теперь, как формировать у себя в голове эту теоретическую базу? Значит, понятно, что когда я ученикам говорю, выучите все факты по геометрии, там по планиметрии в частности, они говорят, ааа, где их взять? Что значит все? Какие нужны, какие не нужны? Поэтому давным-давно у вас в группе висит вверху вики-страница, называется «Вся геометрия в одном файлере». И там порядка 70 фактов. По планиметрии, ну, там есть какие-то топ-факты, ну, там первые 60 – это вот те, которые в ЕГЭ активно, часто используются. Вот. Поэтому можете открывать его, ссылка на него будет в описании видео, и больше можете не задавать вопрос, откуда учить геометрию. Берете и учите. Ну, собственно, на школково.нет тоже можно в теоретической справке открыть планиметрия крафт-исправочник и выучить все оттуда. Здесь просто в одном файле мы все собрали, и можно там смело все оттуда учить и не запариваться. Вот. Дальше. То есть это ответ на вопрос, откуда брать теорию. Дальше. Что значит выучить? Выучить – это не значит прочитать один, раз, два, три и иногда что-то вспоминать. Учить нужно правильно. Учить нужно по блокам. То есть нельзя взять и сразу выучить 61 картинку с какими-то отмеченными на ней фактами и запомнить какое-то содержание. То есть запомнить, например, сразу какую-то вот такую картинку, вот опять-таки медиана из прямого угла, написать, что медиана из прямого угла равна половине гипотенузы, ну, пусть, ладно, можно не писать, но вы должны понимать, что вы должны запомнить и эту картинку, и словесную формулировку. Потому что потом, когда вы будете выписывать, считывать информацию из чертежа, что на чертеже у вас есть медиана и прямоугольный треугольник, голова ваша так устроена, она будет пробегаться именно по словесным формулировкам, да? Потому что это проще. В голове, конечно, будет всплывать и такая картинка в идеале, но и будет всплывать, что там медиана из прямого угла, половинник и патенуза. И она будет именно так находить картинку. То есть сначала пробегается словесная формулировка, потом в голове по словесной формулировке находится эта картинка, затем эта картинка примеряется на чертеж, который есть в вашей задаче и смотрится. Ага, точно, смотрите, вот нам только этого и не хватало, нам это очень подходит. Поэтому нельзя просто так взять и учить 61 такую картинку и все сразу запомнить и уметь применять. Поэтому рекомендуется разбить всю теорию на блоки, такие блоки, которые разумные, логичные и удобные вам самим и по блокам учить. Ну, одно из разбиений. Сначала выучить все факты про треугольники, затем, например, про окружности, затем про четырехугольники все факты, да? Затем выучить, например, все формулы площадей. Ну, например, да? Не обязательно именно так. Вот, можно, например, выучить все про миссектрису, да? Какие-то интересные вещи во всех фигурах. Все про медиану. Ну, вот есть разные вещи. Ну, и не забыть сделать для себя какой-то специальный блок типа суперфакты. Вот факты, которые постоянно вылетают из головы, например, и которые регулярно встречаются в ДИГ чаще других, да? Какие-то особые факты, которые помогают решать задачи, которые, вы заметили, сложнее всего запомнить, да? Или, там, не знаю, люди, там, другие, как-то их не помнят и не знают. А если другие люди их не помнят и не знают, то это значит, что те, кто составляет в ЕГЭ, обязательно обратят на них внимание. Вот. Поэтому, значит, план подготовки к геометрии в ЕГЭ такой. Первым делом нужно грамотно создать в голове теоретическую базу. Учить по блокам, да? Учить разумно запоминать картинки с отмеченными, да, всеми факторами на чертеже, а не просто там прямоугольный треугольник, ничего не отмечено. И запоминать слабественную формулировку. Ну, вот. Обычно, когда я это рассказываю, потом мне говорят о том, что... А, ну вот, я выучил, и что? А применять я не могу. Ну, то есть, нет. То есть, если ты выучил правильно, то все будет применяться, да? Вот, ровно так, как я рассказал. То есть, а если ты выучил и не можешь решить, то значит, выучил ты следующим образом. Значит, есть разные уровни того, как ты создал в голове теоретическую базу. Первое. Я прошу тебя выписать все, то есть, даю месток тебе, А4, и говорю, дружище, тебе 20 минут, выпиши всю теорию по геометрии, да, всю теорию по планиметрии, все 60 фактов. Четко по блокам, да, с описанием, как бы ты это, грубо говоря, преподавал, рассказывал кому-то. И он говорит, без проблем. У него там в одной части все треугольники, хлоп-хлоп-хлоп, там, все сделал. За 20 минут, вот ровно так, и там 60 картинок реально. Вот ровно тогда это значит, что человек идеально в голове создал себе теоретическую базу. То есть, у него там это все структурировано. Он знает, где искать факты про треугольники в своей голове. Он знает, где искать факты про четырехугольники. Он знает, где искать факты про площади и про окружности. То есть, он фактически смотрит себе в голову, да, там, и все четко, это здесь, это здесь, это здесь, это здесь, да. Вот это круто. А когда человек этого сделать не может, но притом утверждает, что он все выучил, ничего подобного. Это как искать какие-то разбросанные вещи по квартире в пяти комнатах. То есть, ходите, где это? Какие-то там. Да, это будет очень долго, а может быть, даже вы ничего не найдете. А человек говорит, нет, ну я же учил, вот спросите меня что-нибудь, спросите, и я вам скажу. Очень здорово спросите, но задача, когда вы смотрите вот так на чертеж, сейчас Тешке говорит вам, братан, давай вот про биссектрису что-нибудь, ну давай, знаешь факты про биссектрису? Не будет такого. То есть, вы будете смотреть на чертеж, он будет молчать и выйдет, так, здесь есть биссектриса, поэтому я пошарюсь в голове и все про биссектриса сам. Вот как это работает, понимаете? Поэтому учить нужно правильно, ровно так, как я сказал. Ну, а, соответственно, я вас, ну, за вас не могу все выучить, я вам рассказал, как это нужно сделать. Ну, а сегодня помогу вам с тем самым блоком особенным, который я назвал, ну, там, самые топовые, да, факты, которые чаще всего встречаются и решают задачи на ЕГЭ, да? Вот я для вас его сформирую отдельно и сегодня покажу и расскажу, чем эти факты хороши. Поэтому у нас сегодня топ 15 планиметрических фактов, которые чаще всего встречаются на ЕГЭ и выбивают задачи. Итак, первые 4 важных факта, которые помогут нам уничтожить планиметрию в ЕГЭ 2018. Итак, я для себя выделил первый блок, ну, то есть блок внутри блока. Вообще блок называется самые, типа, ходовые факты важные, ну, а внутри блока я это разделил так. Значит, первое это все, что связано с бисектрисами, да, то есть если я вижу, да, что у меня на чертеже есть какие-то или какая-то одна или несколько бисектрис, то в зависимости от того, где они находятся, как они там располагаются, я всегда пробегусь по всем этим 4 фактам и сразу подумаю, а может быть это, а может быть это, а может быть это, и наверняка что-то найду. Ну, давайте, первый факт. Значит, есть у нас вот такая картинка, есть два смежных угла ЕОБ, ну, то есть вообще тут я мог бы не обозначать буквы, да, потому что у меня точки находятся как бы неизвестно где, просто на лучах. Ну, для удобства, да, чтобы вы видели. Есть два смежных угла ЕОБ и ЕОА, да, есть бисектриса ОД угла ЕОБ и бисектриса ОЦ угла ЕОА. Ну вот, соответственно, а бисектриса смежных углов мы видим перпендикулярно. Это легко доказывается, потому что понятно, что здесь смежные углы в сумме 180, да, то есть вот эти с одной дужкой плюс два угла с двумя дужками в сумме 180. Значит, угол с одной дужкой плюс угол с двумя дужками в сумме в два раза меньше, то есть 90. Очень важный факт, люди постоянно про это забывают. Ну, как это может быть использовано? Ну, это может быть использовано что-то из серии, ну, здесь места у меня уже нет, я маленькую нарисую, типа дана бисектриса внутреннего угла треугольника и внешнего угла, да, и тогда углы смежные, и вот тут, типа, прямой угол, да, и все про это забывают. То есть там бисектриса внутреннего угла, внешнего, и там прямой угол, вот. Ну, как-то так, вот. Идем дальше. Второй факт вот такой, значит, здесь, ну, значит, уже все довольно понятно. Есть бисектриса в треугольнике, бисектриса разбивает основание на два отрезка Х и У, ну, и оказывается, что тут есть некоторая пропорциональность, то есть А сторона относится к стороне Б, это стороны, между которыми проведена бисектриса, ровно так же, как Х и У. Легко запоминается. Левая к правому, как левая к правому, да? То есть если нам даны две стороны, и вот этот отрезок, например, Х, мы подставляем и легко находим отрезок У. Вот, очень важная вещь, я говорю, я не буду сейчас здесь много рассказывать об их доказательствах, да, о доказательствах этих фактов, вот. Я просто отмечу, что эти факты важны и часто применяются. А вот когда мы уже будем с вами решать задачи, я постоянно буду отмечать, что вот смотрите, вот такой факт применился вот в таком виде, а этот в таком, в таком, в таком, да, то есть это позже сейчас просто озвучиваем факт, для того, чтобы вы понимали, что вот, например, с них нужно начать, их нужно выучить в первую очередь, вот. Дальше, значит, есть две параллельные прямые, да, БЦ и АД, соответственно, секущая АВ, и вот угол АВЦ и угол БАД называются как? Ну да, вот они односторонние, одностороннюю лыжь в сумме 180. Ну и проведены бисектрисы этих двух односторонних углов, ну то есть бисектриса БО и бисектриса АО. Ну и ровно по тем, что в первом факте эти бисектрисы перпендикулярны, ну просто потому что сумма односторонних углов 180, а значит сумма вот этого угла и вот этого 90, ну а значит третий угол в треугольнике БОА тоже 90. Вообще, ну вот, топовый, топовый факт, например, на Олимпиаде ОММО, которая была недавно, четвертая планиметрия из десяти задач решалась с помощью этого факта. Кто его забыл, до свидания. Ну вот, дальше, четвертый факт, есть параллелограмм АВЦД и в параллелограмме проведена бисектриса какого-нибудь угла, ну например, угла БАД. Тогда понятно, что вот эти углы равны, дальше угол ЕАД равен углу БЕА, как накрест лежащий, да, потому что БЦ параллельно АД и секущая АЕ. Ну а значит треугольник АВЕ равнобедренный, вот у него два равных угла. То есть бисектриса отсекает от параллелограмма равнобедренный треугольник. Причем, надо понимать, что я нигде здесь практически не пользовался тем, что это именно параллелограмм. Я воспользовался тем, что БЦ параллельно АД. Вывод, если я сделаю как-то вот так, то есть это будет не параллелограмм, а, например, трапеция, да, то этот фактор тоже будет работать. Главное найти параллельные прямые и там бисектрис. То есть параллельные прямые, секущие и бисектрис. То есть эта штука работает и в параллелограмме, и в трапеции. Вот первые четыре факта, на которые стоит обратить внимание. Дальше у нас речь пойдет о медианах. Следующие четыре факта. Здесь все про медианы, кроме последнего факта. Ну, я объясню чуть позже почему. Итак, первый факт. Сегодня уже озвучивал. Нечего здесь заострять внимание. Медиана, проведенная с прямого угла гипотенузы в прямоугольном треугольнике, равна половине гипотенузы. То есть три отрезка АЕ, БЕ, ЕС равны. Это отмечено на чертеже. Чем это круто? Да блин. Три равных отрезка, сразу равнобеданные треугольники, равные углы, и все, понесывать. Просто вперед. И вот. С этим все ясно. Дальше. Следующий факт вроде известен, но почему-то иногда забывают люди. Значит, в треугольнике АВЦ проведены три медианы. АА, ВВ, ВВ, СЦ. Да? Есть точки пересечения медиан, точка О, например. Ну и вот. Факт звучит так. Медианы точки пересечения делятся в отношении два к одному, считая от вершины. Некоторые даже не понимают, что это значит. Ну а что это значит? Вот смотрите. Вот медиана делится точкой пересечения. То есть точки пересечения разбила медиану на две части. Например, возьмем медиану ВВЛ, да? И вот точка О разбила ее на две части. Часть ВО и часть ОВЛ. Ну вот здесь, собственно, я отвечу, что часть ОВЛ, если это Х, то часть ВО это 2Х. То есть, считая от вершины, вот я иду от вершины, считая от вершины, делятся в отношении два к одному. То есть, отрезок, который от вершины ВО, в два раза больше, чем вот этот. Беру другую медиану АА1. Отрезок, который от вершины АО, до точки пересечения, в два раза больше, чем отрезок ОА1. Третья медиана СЦ. Отрезок, который от вершины и до точки пересечения, от СО, в два раза больше, чем от СЦ. Легко, просто, понятно. С этим потом можно работать. Если даны какие-то длинные, можно писать отношения и так далее. Очень важный факт. Говорю о применении, да? Именно когда будем решать, буду обращать на это внимание. Потому что если буду сейчас еще в каждой картинке из 15 фактов показывать какую-нибудь задачу, где этот факт применился, то видео будет часа-полтора. Никому не интересно, лучше мы сейчас дадим информацию, вы подучите. И потом будем применять, комбинировать связки. Дальше. Простой факт. Нам треугольник АВС проведена медиана ББ1. В общем, медиана разбивает треугольник на два равновеликих. Что такое равновеликие? Это не равные ни в коем случае, равные беликие. Это равные по площади. То есть два треугольника равные по площади. То есть если провести медиану ББ1, то образуются два треугольника. АВБ1 и СВБ1. И эти два треугольника одинаковые площади. То есть С1 это площадь вот этого левого треугольника, есть два площадь права. Площади равны. Это только если медиана. Если только медиана проведена. Если бисектриса проведена в треугольнике, это неправда. только с медианой. Ну и вот четвертый факт, я написал его здесь, несмотря на то, что на моем черте уже ничего не отмечено про БВЛ. То есть БВЛ – это произвольный луч. Вообще говоря, когда такой произвольный, когда это ни медиана, ни секреса, ни высота, это называется Чевиана. Честь математика Чеви. Вот. Можете запоминать, можете не запоминать. В общем, БВЛ – это Чевиана какая-то, да, то есть это ни середина, ни секреса, ни высота, ничего. И факт я тут сюда впилил, почему? Потому что это общий случай вот этого. То есть вот это частный случай этого. То есть вот это более общий факт, чем вот этот. Этот как-нибудь тоже хорошо знать в поддельности, но вот этот более общий. Соответственно, Чевиана БВЛ разбила треугольник, а БСНа 2 тоже треугольника. Так вот, площади этих треугольников относятся так же, как вот эти отрезочки. Да, мы с вами видели что-то похожее, когда были бисектрисы. Если бы это была бисектриса, то это бы относилось к этому, как что? Как сторона к стороне. А здесь, когда вообще произвольное, да, то есть нам не требуют сказать, что это бисектриса, да, там требовалось. То вот это относится к этому так же, как площадь треугольника АВБ, площадь треугольника ВСБ. Очень полезный факт, ну вот прям, не знаю, из всего, что пока что перечислял, наверное, самое важное. У нас 16 задачи реально рубит. Так, идем дальше. Значит, в этом блоке у меня всякие формулы площади. Здесь у меня для четырехугольника и в основном для треугольника. Ничего хитрого, просто обозначу то, что нужно знать обязательно, да, то, что встречается регулярно. Ну, тут, за исключением одного момента, поясню позже. Значит, для треугольника. Вот есть треугольник АВС, сторона А маленькая, В маленькая, С маленькая, угол Альфа. Первая формула Весна, да. Чтобы найти площадь треугольника, нужно умножить одну вторую на А, на Б, на синус Альфа. То есть, вот эту сторону, на А, и на синус, угла между ними, и на одну сторону. Все, все просто. Следующая площадь треугольника. Полупериметр умножить на радиус, вписанная окружность. То есть, П это полупериметр. Что такое полупериметр? Нужно сложить все стороны, получить периметр и поделить на 2. Умножить на радиус вписанную окружность. Я не стал здесь рисовать вписанную окружность, да, вот, заграждать чертеж. Но, тем не менее, да, берем радиус вписанную, умножаем на полупериметр. Дальше. Следующая площадь треугольника. Нужно взять перемножить стороны А, В, С все и поделить на 4 радиуса описанной. Ну давайте, это вписанной, это описанной окружности. Вот такая формула. Ну и это знаменитая формула Герона. Чтобы найти площадь треугольника, достаточно просто знать его стороны А, В, С. Мы считаем полупериметр и дальше просто считаем вот такое выражение. Корень из полупериметра умножить на скобки. Полупериметр минус А, полупериметр минус В, полупериметр минус С. Давайте я все-таки на всякий случай запишу. Полупериметр это А плюс В плюс С делить на 2. Это что касается треугольника, то что знать нужно обязательно. По четырехугольникам я еще раз скажу. Я не озвучиваю вообще все, что есть сейчас в планиметре. Я только самый важный ходовый блок выделяю. Вы мне скажете, ну а как же факт, что сумма углов треугольника 180, ведь он постоянно встречается. Ну да, это совсем очевидный факт. Если типа вы его не знаете и не можете первым делом вспомнить его, тогда что-то с геометрией у нас совсем плохо. И надо как-то что-то делать, подучивать. Поэтому я такие факты не озвучиваю, имею в виду, что вы хоть что-то знаете. Ну хотя бы совсем базовые. Или хотя бы повторили их перед видео. Если вы вообще не понимаете, о чем речь в этом видео, ну откройте немножко учебник, почитайте ее на нашем сайте школку.нет, откройте третью тему по геометрии. Совсем, там начинается она как раз с того, что сумма углов треугольника 180. Почитайте минимально. Поэтому совсем такие не озвучиваю. Ну и поехали. Для четырехугольника, я к чему-то все говорю, для четырехугольника самые базовые формулы не озвучиваю, я озвучиваю только лишь интересную. Редко встречается, но тем не менее просто формулы мне нравятся, поэтому и название, поэтому решил вам рассказать. Значит, формула Брахмагупты. Если около, то есть вокруг четырехугольника можно описать окружность, то его площадь вычитывается вот по такой формуле. Очень похоже вот на эту, но только без отдельного слагаемого полупериметра. То есть здесь все скобки похожи. Полупериметра минус одна сторона, полупериметра минус другая, полупериметра минус С, полупериметра минус Д. Из всего этого корей. Вот такая прикольная формула. Если, то есть, около четырехугольника можно описать окружность и есть все его стороны, то можно легко по формуле найти площадь. Ну и дальше, я специально делал черту и оставил место. Значит, еще более интересная формула. Значит, если в четырехугольник, помимо того, что мы описали окружность, еще можно и вписать, ну, как-то мы сейчас, я тут, значит, криво впишу, да, ну, вот понятно, да, что я не делал такой четырехугольник, чтобы можно было вписать. Но тем не менее, если можно и описать, и вписать, то площадь четырехугольника ищется по формуле корень из А, Б, С, Д. То есть просто перемножаем и берем корень, и получаем площадь четырехугольника. Вот такие две интересные формулы. Я не скажу, что это хдвые формулы Гига, это просто, ну, так. Так, что вы знали, ну, интересные две формулы. Больше в этом видео я ничего такого прям супер выдающегося пихать не буду. Но все-таки я почему их дал еще? Потому что они несложные. Эта формула очень похожа на Герона, но это совсем просто. Мало ли, вдруг, может быть, пригодится. Поэтому имейте в виду. Ну, здесь сейчас у нас на доске представлены два отбойных молотка планиметрии, да и вообще геометрии в целом. Два инструмента, которые позволяют, ну, просто высчитывать там вообще все. И задачу уничтожать. Это теорема синусов и теорема косинусов, да. Надеюсь, что многие знают, но пройти мимо них я не мог. Теорема синусов, дам треугольник, три стороны треугла. Где одна равенство? А делит на синус арпа, то есть берем сторону, делим на синус противорожащего угла. Равно другая сторона поделит на синус противорожащего, третья. И самое главное, вот эту связку забывают постоянно. Каждое из этих отношений равно двум радиусам описанной окружности. Это значит, что если вам дана сторона, вот просто сторона, пусть это будет пять, и угол, например, да, будет тридцать градусов, больше ничего не дана, и вас попросили найти радиус описанной окружности треугольника, то есть сторона и угол. Вы говорите, пять делить на синус тридцати, а синус тридцати одна вторая, равно два радиуса описанной окружности. Десять равно двум радиусам описанной окружности, радиус равен пяти. Задача решена. Вот. То есть понятно, что и вот это все работает, что это равно этому, это равно этому. Но вот эту штучку постоянно забывают, а составители постоянно на нее дают задачи, и они испекаются. Но другие, не мы, не те, кто смотрит наши видосики. Теорема косинуса, ну здесь понятно, та же самая картинка, вот. И чтобы найти сторону С, нам нужно А квадрат плюс Б квадрат сделать минус 2Б косинус гамма, то есть минус 2А умножить на Б на косинус угла между ними. Ну, вот эту слагаемость, то есть только запомните, короче, в чем идея. Теорема больше похожа на теремию Пифагора, вот. Но она работает в любом треугольнике, в отличие от теремии Пифагора. Просто нужно запомнить это слагаемое, что из теремии Пифагора вычесть 2А, Б на косинус угла между ними. То, что это косинус, запомнить несложно, потому что называется теремия Кочинус. Соответственно, часто эти теремии работают в связке. Зачем они нужны? Фишка в чем? Если вам даны какие-то элементы треугольника, которые треугольник определяет, что значит определяет? Которые имеются в виду, есть в поездоке равенства треугольников. То есть, две стороны и угол между ними, да? Смотрите, если есть две стороны А, Б и угол между ними, вы можете найти третью сторону. Смотрите, а когда вы нашли третью сторону, вы вот сюда подставляете и находите другой угол. И так далее. То есть, вы можете находить с помощью них все подряд, в одном треугольнике, в следующем и так далее. Очень часто найдут задачи. Шестнадцатый, пункт Б, где что-то нужно найти, и она просто убивается с помощью теремии Синусов и теремии Косинусов. Так, переходим к одному из самых важных блоков. Это окружности. Факты про окружности. На окружности любят давать задачи всегда, везде, в третьей, в шестой, в планиметрии, в шестнадцатой, везде, на олимпиадах. В общем, окружности все любят. Кроме тех, кто хочет создать ЕГЭ хорошо. Ну, то есть, фактов много, надо запоминать. И как-то объектовый работать с ним тяжело. Ну, значит, поехали. Я перестал писать здесь нумерацию, просто потому, что у нас там были факты про площадь, их было много. И я не решил как-то выходировать. Все или не все. В общем, здесь примерно, ну, не примерно, тут топ-15. Потом посчитайте. Вот. Какие-то я объединял, да, в одну кучку и так далее. Вот. Смотрим. Значит, есть окружность, и окружность пересекают, значит, две секущие параллельные. То есть, вот эта прямая параллельно этой. Соответственно, такие секущие высекают на окружности равные дуги. Вот такая дуга всегда будет равна вот такой. То есть, если есть параллельные секущие, то дуги равны. Теперь, следствие, важность этого факта. Предположим, у нас была трапеция, вписанная в окружность. Да? То есть, около трапеции описали окружность. Основания трапеции параллельны, а значит, они высекают на окружности равные дуги. Но если и дуги равны, то и хорды равны. А значит, трапеция автоматически равнобедленная. Вывод. Любая трапеция, вписанная в окружности, равнобедленная. Надо это четко понимать. Прикольный факт. Дальше. Постоянно забываем. Вот этот факт. Значит, есть касательная АО в окружности, есть хорда ОБ. Их есть вот общая точка О. Угол между хордой и касательной, это угол АОБ, равен вписанному углу, опирающемуся на эту же хорду ОБ. Вот он изображен. О, С, Б. Это вписанный угол, опирающийся на хорду ОБ. И он равен углу между хордой ОБ и касательной АО. Хорошая штука, попробуйте доказать. Ну, это классический, просто очень важный, да? И люди тут кое в чем путают, сейчас объясню. Соответственно, есть окружность, есть касательная ОА и секущая ОЦ. И написано, смотрите, ОА в квадрате. То есть, как это называется? Квадрат касательный. Да, то есть, взяли кусок касательного ОА, возглавив квадрат. Он равен произведению внешней части секущей ОБ на всю секущую ОЦ. А люди часто пишут ОБ умножить на ВЦ. Нет, неправильно. Да, то есть, квадрат касательный равен произведению внешней части секущей на всю секущую ОБ на ОЦ. Очень важные факты. Итак, финальные три факта, которые необходимо знать для того, чтобы решать планиметрию ЕГЭ. Я сделал заготовочки специально. Сейчас будем на них показывать. Первый факт. На окружность проведет диаметр. Так вот, если взять любую точку на окружности и провести хорду перпендикулярно диаметру. Да? То есть, вот так. Именно перпендикулярно к диаметру. Факт, что вот эти отрезочки, на которых диаметр разбит хорду, будут равны. Опять-таки, обратно. Да? Вот всегда должны знать и то, и то. Обратный факт. Если ни о какой перпендикулярности речи нет, но мы знаем, что вот это диаметр. И какая-то хорда, да, пересекает диаметр, развилась на два равных отрезка. Это значит, что она перпендикулярна. То есть, работает факт и так, и так. Ну, доказывается, это очень просто. Вот, можно радиусы провести. Ну, и понятно. Радиусы равны. Вот это общая. Ну, и в том, и в том случае, в общем, треугольники будут равны. Поэтому все будет равно. Отличный факт. Казалось бы, совсем очевидно, но, блин, иногда люди вот так, там, типа диаметр. Хорда. Два равных отрезка, если я сейчас думаю. Понятно, что им бы стоило только радиусы провести. Они бы доказали, но радиусы не проводят. И думают, где же прямой логдя. То есть, да? Поэтому сразу показывают. И до построения, да, для доказательства. И сам факт. Ой, теперь вот эти интересные штуки. Смотрите, значит, в чем прикол этой ситуации. Все знают, ну, почти все, что если вот такая картинка, что около четырехугольника можно описать окружность, то сумма противоположных углов и этих, и этих, ну, эти не буду указывать, что сумма противоположных углов 180. Но мало кто знает, что если еще нет ни о какой окружности речи, то есть окружности нет, и просто там четырехугольник, и мы определили, что сумма противоположных углов 180, то около него можно описать окружность. Мы сами знаем, что не вокруг любого четырехугольника можно описать окружность, только лишь около некоторых, да? То есть вот у треугольника, да, любой треугольник описали окружность, а четырехугольник не всегда. Так вот, обратный факт. Если равна сумма углов противоположных 180, то окружность у нас там тут как тут готовая. И еще лучший факт, который часто используется, но постоянно его забывают, вот именно об обратном смысле. Значит, смотрим. Если вот такая картинка, все примерно знают, что если диагонали провести, да, то вот этот угол и вот этот равны, потому что опираются вот на одну эту дугу. Все понятно. Два вписанных угла, опирающиеся на одну дугу равны. Но только стоит людям убрать окружность и получить вот такую штуку, просто четырехугольник, у которого провели диагонали, и вот такие углы оказались равны. Все. На этом все заканчивается. Опять-таки, обратный факт тоже работает. Если в четырехугольнике вот такая штука, и вот такие углы, опирающиеся на одну сторону равны, то, пожалуйста, там окружность тут как тут. Вот особенно вот эта штука не применяется. Самая вот стандартная задача частенько встречается в ЕГЭ, да, дается треугольник, проведена раз высота, два высота. Например, нам с вами нужно доказать, что вот эти четыре точки лежат на одной окружности. То есть, что это значит, что четыре точки лежат на одной окружности? Сразу напоминаю, что это синонимичное выражение. Это значит, что около вот такого четырехугольника можно и писать окружность. Потому что четырехугольник, он на четырех точках, да? Смотрим. Работает факт? Ну, конечно. Вот угол прямой опирается вот на этот отрезок, да? Вот угол прямой опирается вот на этот. Все. Работает факт. Окружность без проблем. Поэтому вот на это обратите внимание. Это вот в концовке я говорю. Тут многое было того, что наверняка вы знаете, там, в принципе, и так далее. Но, опять-таки, да? Мы выяснили с вами сегодня, в начале видео, что знать можно по-разному. Я вам рассказал, как правильно нужно знать, да? И что уметь реализовать. Если вы считаете, что вы знаете, будьте перед собой честны. Положите листок А4, дайте себе 20 минут, и красиво по блокам выпишите все, не пользуясь ничем. Тогда вы знаете, значит, ваша голова способна содержать быстро проходку по всей теории. Со всеми картинками, со всеми словами, со всеми формулировками. Если нет, работайте дальше. Ну, вот. Много будет, значит, того, что ходовое, ну, вот, в принципе, многие знают. Но вот это, да, именно обратный факт, который вот так применяется. Вот. Очень крут и постоянно про него забывают. Итак. Значит, это было топ-15 самых ходовых, часто используемых фактов, которые помогут нам решать геометрию на ЕГЭ-2018. Внимательно пересмотрите, значит, несколько раз, если, значит, необходимо это видео. Выучите теорию, пожалуйста, так, как я сказал. Значит, со следующего видео, именно вот в этой серии, да, по геометрии, мы начнем разбирать какие-то сложные задачи из третьей, шестой темы, ну, может быть, сразу из шестнадцатой решать пункты А и показывать, как знание вот это легко, да, как бы с чертежа считываем информацию, проецируем на знание и легко эту задачу убиваем. Я надеюсь, что мне удастся вас убедить в том, что правильное знание теории позволяет действительно решать планиметрию. И, естественно, сноровка тоже нужна. Опыт решения задач тоже нужен. Я не говорю, что вот только выучили и вам покорился. Нет, конечно, нет. Но абсолютно верно следующее, что если не выучите, так, как я сказал, то не покориться. Но я думаю, что вы прислушаетесь моим советам, и мы без проблем освоим эту задачу и получим за нее легкие три балла, и они будут наши. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok